постоянно делаю форму хорошая форма форма меняется я сок жесткость хорошая ну все хорошо все от вина я такой формы такого мяса в жизни не видел кого-то прет кого-то распирает а кого-то вообще никак не вставляет я считаю что фарма не главное мы конечно не ронни колонны рома ложил на это большой вот такой ладно он качок вот такой вот на ромке на он лифанте есть выпуски это теперь будет хэштег рома рома и мой друг и ученик иди делается блин слушать а что если ромку кормить этим в баню нами все кивнули сказали хуйня это должно быть эпично просто схода будто бы просто в вау это стивен спилберг отдыхает он отдыхает а мы нет роман халиулин руслан колецкий или джим санкт-петербург хотел сказать очень наступила но наступит пару дней еще и все и 13 градусов после завтра по моему сегодня прям тепленько друзья привет сегодня у нас по плану давайте детей уберите от экрана потому что сегодня будет разъеб плечей и про хорошем смысле этого слова то есть мы круто покачать должны ну я по крайней мере точно не будет корячиться но он на максимально возможных своих возможностей шоколадный шоколад тоже их потренирует да нет я могу на самом деле я хочу не делал мрт контрольная не доехал манжета мне кажется приросла сухожилия которыми подрезать она болит но она не мешает делать ряд движений а и кость я пилить пока не дал в общем короче я готов я подчинился я решил я подчинился поэтому по крайней мере я не планирую уступать вот этому господину единственное что мы последуем рекомендация моего лечащего врача хирурга и мы не будем делать сразу тяжелые махи мы будем делать тяжелые жимы доктор сказал что махи вредно а про жим он вообще ничего не говорил в смите мы будем жать потому что все-таки манжета даже если приросла боюсь может быть какая-то нестабильность туда-сюда короче типа я решил что в смите жать можно много разомнемся повысим вес дойдем пирамидкой прямо на что-то тяжелая в ограниченной амплитуде потом вес скинем поработаем на объем а после подумаем чем продолжить я думаю что если я смогу делать тягу колбу то мы сделаем ее роман бачкович нам организовал камейку у меня нос побольше чебуром спорно для клюв тоже нормально то торча короче вот в общем тут главная задача проработать плечи не сломать себе нос ладно угораем на самом деле все шуточки ну прямо на опасных на по ну так и на тоненького касание что проверено сколько у меня будет касание или нет хотели ролик вот пожалуйста получите ролик с русланчиком просто никак не получалось руслан он очень занят человек по ролику на канале jubi channel у уценка андрея вы можете понять да какая какой ритм жизни у руслана и что вот эти все совместные ролики наши тренировки и какие-то разговоры это очень безумно редко и каждая наша встреча такая которая больше пяти минут длится она обязательно подкрепляется съемка каком-нибудь полезного контента для вас на канале либо у меня либо у руслана на канале генетик и кстати говоря все чаще и чаще слышим добрые комментарии к тому что руслан это один из прям очень-очень немногих каналов которые делают полезный интересный контент именно в мире будет поэтому снизу друзья его зайдем планки дело это у ромки просмотров рыбу эти кстати ромки красавчик но у нее сторон не ленится ромка есть вот саши федоровым у него крутой ролик вышел или выйдет я не знаю выйдет 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 федоровым а урок контент с день чем где он его гоняет поэтому ромоч с алмаза с алмаза кстати ролик до сессором к получил позже пение от меня за некоторые движения рекомендации консультации но я доволен на самом деле довольны что рома съездил в алмаз мне честно скажу в целом нравится извини пожалуйста это все согласовано в первую очередь потому что там пишут ну наконец-то тренера сменил нет я сменил мне в целом где-то на 90 процентов нравится так как про хохиев дает и на тренировки по телу естественно там на основании результатов спортсменов можно сказать что еще есть вопросы там в диетологии подводки наверное там может быть к поддержке витаминной но считаю что как тренер по телу непосредственно по бодибилдингу по залу это здорово и интенсивность которую ребят удержат и общий подход и выполнение движений на 90 процентов мне очень нравится поэтому смотрите как тренируются в алмазе это можно повторять можно немножко улучшить но в целом в целом идея какая перед тобой стоит тренер и тебя тренирует у нас русланом когда вот в самом начале двадцатом году мы тоже с ним снимали с ним тренировки тогда полноценные тренировки были руслан приезжал и конкретно меня нагружал конечно после тренировок это тоже были но для меня очень тяжелый потому что сам это сам а когда с тренером этот тренера когда-то блять уже реально не можешь а тебе говорят делай ты берешь и делаешь форсированные повторения по технике какие-то мотивационные вот эти вот фразы давай еще давай ты можешь ну это круто на самом деле только я это все не люблю я считаю спортсмен должен научиться и больше самостоятельно на максималках потому что тренер вот именно в зале постоянный это как религия или как всякие эти знаете блять карты карты желаний это все костыль я не люблю когда человек работать костылем я хочу чтобы человеку не нужен был костыль а он сам пахал а совместная работа усиливала поэтому я вот на него я ругаюсь я знаю что один он иногда себя не выжимает но это еще ладно хуже когда он зале тренируются с кем-то и начинает делать то что делают балбесы зачем-то лучше бы балбесы делали тупо то что делает рома и у них был бы результат лучше и он бы ерундой не занимался теперь ручки пошире буквально на пальчик каждую да все по риску по риску хорошо кому интересно зачем я им созду по рисочкам в нижней точке у него параллельные предплечье тем самым это ну чисто с точки зрения геометрии и механики лучше всего цепляет в работу среднюю дельту одновременно адекватно не перегружает трицепс трицепс бы перегружался если бы более острый угол он перегружал трицепс слишком широкий угол он бы давал короткую амплитуду же попасть между грубо говоря распределение нагрузки по мышцам и амплитудностью вот мы придерживаемся определенных углов углов давай-то ой ужасное состояние ребятка нету сил я полноценно не тренировал вверх уже три месяца и по сути это на вторая неделя когда я какими-то весами работаю поэтому ощущать себя дерьмом слабым очень неприятно надеюсь что быстро пройдет ну чтобы быть сегодня посильнее я выпил 10 грамм кариатина не 5 надеюсь работая всегда слабое поэтому для меня это привычное состояние мне норм я настолько дрыщи когда футболку отдел плечи такие где это все геометрии опять же шито специально для вида дальше поролом подшил просто у меня что свое свое свой пошив я прошу что мне опять же вот майки есть а вот этих я так и не увидел в продаже джерси он себе шил одну и ходит выебывается для вас нету друзья а может быть есть я не знаю нету те кто будет писать комментарии где найти такую майку нигде нигде она только у него да 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 я верну не спрашиваю не знал может образец короче главный сроди слишком яркие ребята пишут ребят стесняются ребята просят черное ну вот это вот черное же есть пунишер которая круто черепа хорошо продается яркий прикольно чуть-чуть попрямее наверху руки есть запас не втыкаем сустав но зарабатываем звонишь нос не опускай не опускай ниже носа вот я против тебя по инерции стягивает так тяжелее когда мертвую точку держишь ну да нету замаха скажем так на мне кажется видишь из кассии глубоко опускаю что у меня вот даже визуально будто бы ты срабатываешь костями с растянутых сухожилий как будто пружина срабатываешь а вот тут ты хоп и мышцой выдавливаешь у тебя больше амплитуда при этом по виду тебе легче легче делался не по виду и так физически легче делать когда снизу разгонять начинаешь прислушая комментария как же полная амплитуда полно сюда под грудь и пустил и вот туда выжил блин как уже наверно слишком как штангисты штангистов эта работа на инерции очень важно нужен максимальный результат потому что это спорт спорт силовой где важен результат в килограммах кстати еще пишут видео почему во время упражнений пищу до замечания себя знаете почему ребята потому что я блять четыре года в оркестре отыграл и у меня легкие работают я просто вспоминаю свои легкие с тренировками в алмазе и с федоровым по с федоровым когда мы снимали там была какая-то просто жесть мы сделали один или два подхода и у меня дичайшие гипоксии дичайшие он кстати мне тоже ты мне каждую тренировку делаешь замечание про дыхание каждый раз когда мы с ним встречаемся у меня про дыхание сделает замечание ну и соответственно там я тоже пизделей про дыхание получился будет профессионал а дышишь вообще говорит не будет он не туда-да-да-да-да все и прям дыханием нужно было заниматься типа в первый в первый день которому пришел в зал должен был попасть там кому-то человеку никому который бы ему сказал потом ром увели лучшие тренера блик современности бля все на свете один с кукушкой уехал в дурдом наркоман другой там король будем короче нам почему-то не тренера это межгалактического масштаба тупо не сказали спортсмену хотя бы в какую сторону дышать красавчик чебуреки нормально как зал раздулся зал раздулся вот у меня три недели подряд руслан мне написал ну скажем так по углеводам и когда делать загрузку вот три недели подряд у меня выпадает на воскресенье грубо говоря решит то есть повышенное количество углеводов первые две недели я не смог сделать я не знаю почему я так жду этого дня воскресенье что отдых все и сейчас я поем хорошо углеводов мне не хочется никакого дерьма хочется именно поесть вот всю неделю я аж прям трясусь эти углеводы не как ну воскресенье настает я вчера поел овсянки с утра яйца и все и у меня аппетит ваще отрубил он вообще не хочется и даже радости не какой-то не было я вот вечерочком поел плов узбекский он я убить съел чебуречек и выпил 200 грамм вина сухого замечательно конечно не 200 а 700 бутылкой но это за вечер ну сухое 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 сушку полусладкая это объем формирующая после него был сушняк капец просто чуть-чуть на один патчик шире вот так вот сюда честно ребят скажу что я думал мне будет полегче у меня будет полегче а мне прям предыдущий подход тяжело дался надену пояс морщу то поможет не знаю и лямочки сейчас еще возьму забинтую кисти пойму легко зараза мне не легко не нормально ну ладно его нормально мне тяжело не то чтобы это но мы сейчас сделаем еще подходу и мы все-таки еще добавим сейчас после вот этого подходе к хотя бы по 5 килограмм то получится у нас мало мало получится не буду говорить только кстати друзья gss lab бренд голема бренд сами знаете чего уже официально продается в россии поэтому переходим на страничку бизона и спрашиваем и интересуемся gss lab о легче стало тише 2 2 3 4 5 6 7 7 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 по глубине опять улетел чуть-чуть чуть-чуть не знаю до кубовска улетел чанова ребята у ромыча быть сашки уличный родной быть сашек подрежем клубничный мой мой favorite favorite taste number one strawberry number two pineapple ананасик тоже на самом деле очень вкусный шпиздим клубника арбуз ананас и вишневый вишневый прям как вишневый компот у меня всегда в холодильнике полторашка вишневый вкус не хочу соврать это первый вкус быца который был сделан еще двенадцатом и тринадцатом году вот именно вкусовая не менялась да это тоже ароматика этому штокмайер и вишня она прям такая вот легендарно топовая вот прям вот максимальный вкус вот вот этого 3 3 литровой банки компотик классами прям очень нравится рома как всегда у нас с минуткой рекламы свои вред черночки думаешь ты уже начал пробовать потому что я попробовал тб-500 не тб-500 когда мне суставы заболели правда я его ждал быть месяц с этих эмиратов но мне пролетело ты уже начал что-то начал я полностью до этого использовал ну можно нельзя говорить но формаген использовал полностью сейчас как только появился в бизона этот я полностью все препараты свои заказал именно gss вот на пробу скажем так вторая неделя все хорошо в плане того там рассасывание не рассасывание все огонь но ноги откуда у нас растут рука жопа в которой фарма не растет ноги растут и дубайская тема причем там есть некоторые позиции я видел после спорт пит ну это его линейка спорт пита и его линейка так скажем витаминов и некоторые позиции и так далее есть похожие те которые используют кто играми да есть дорогие друзья там такая тема что какие-то там подвязочки и следовательно может быть даже не знаю надо будет спросить у голема ножки прорастают вообще с иранчик а вот а там как вы знаете все очень и очень качественно по крайней мере все что могу сейчас сказать в плане самочувствия и в плане своей формы 2 за вторую неделю использования все работает это все от сухого вина у него и спонсоры программе я знаю exchange labs они с ним работают это типа он их продвигает но у него у них тоже там сапплемент и витамины идет в бренде да это ты думаешь ли это слухи просто получается нет но это же ну у них так и есть у них ну грубо говоря нельзя открыть бренд фармы потому что их за это там на шарик уют господи поэтому они делают свой бренд спортивного питания скорее всего с кем-то на из теме у кого-то на из теме делают хорошее качественно спортивное питание и к этому ко всему бренду они еще привязывают бренды с витаминами витамины очень качественный поэтому бизон ссылочка в закупленном комментарии пожалуйста пробуйте друзья вот все кто говорит что там что-то не рабочие друзья ну вот я постоянно сижу на одних и тех же препаратов на одного и того же бренда постоянно делаю форму хорошая форма форма меняется я сок и жесткость хорошая ну все хорошие все от вина все но это все от вина да блин поэтому я не знаю мне кстати как-то задали вопрос знаете какой несколько человек используют один бренд кого-то прет кого-то распирает а кого-то вообще никак не вставляет я думаю блять качаться надо блять те ребята наверное качаются и питаются нормально а ты наверно забываешь что-то у тебя какая-то из составляющих кроме блять уколов еще должна присутствовать поэтому не прет не знаю как вы чувствуете фармакологию я лично фармакологию не чувствую и вижу только отражение в зеркале если в зеркале отражение меняется мышечная масса так скажем не уходит жесткая лёха снимай я как ромка поднимаю смотри потом расскажу я как ромка поднимаю столько же нашел чем гордиться ромка по моему самый не поднимающий поднимать а я такой стоит ну я типа всегда такой на расслабоне на самом деле если меня тут так хорошенько ну ладно не хорошенько но некоторые индивидуумы так слово народ хуй соси неправильное в общем очень сильно оказались со мной люди не согласны в интервью Андрея Луценко что я скажу что ты мне не мешаешь да я отойду я как вылезти подожди короче в общем многие люди написали что я не прав в том что заявляю что фарма не самое главное в дебюдинге я сказал что фарма типа там на четвертом пятом месте важно тренироваться питаться отдыхать ну правильно устанавливаться какой-то общий настрой ну по жизни адекватный то есть меньше стрессов и только на пятом месте фарма и короче у меня опять полетела блять нихуять фарма самое главное сказал на том на jobi повторюсь здесь огромное количество мужчин в фитнес клубах употребляют фармакологию по анонимным статистическим исследованиям опросы проводили типа 70 процентов мужиков пробовали либо в данный момент употребляют фармакологию объясните мне почему 70 процентов и что почему 70 хотя бы ладно не 70 половина ладно 30 процентов мужиков в залах не выглядит как бы если они тоже употребляют какой-либо видов хотя бы где где они почему короче кидайте сюда давать какашки начинаете писать я считаю что фарма не главное будет видеть погнали это очень качественно фармакологию это очень важный аспект восстановления безусловно то есть и безусловно жесткость мускулатуры то которая дает фармакология в натуражку тоже не добиться но если у вас нету при больших при больших объемах вот таких объемах жестким быть не получится если вы видите там типа в метр семьдесят пять ростом вы 82 килограмма примерно в натураку вы можете быть небольшим жира и выглядит вот сотку жестким быть но это уже за пределами натуражки за пределами вообще взяла физиологии человека абсолютно верно но определенном весе точно можно на вот этих вот на быца которые не работают это шутки опять же сарказм сарказм не осидают как раз ты саркастируешь нужно писать в комментариях красным мигать сарсказм внимание поэтому безусловно одним из главных формулы составляющих вашего прогресса это отдых восстановления тренировки все фармакология делает свое дело безусловно но если нету отдыха полноценного питания полноценного и хороших тяжелых тренировок ваш фармакология блять что в лоб что по лбу и как доказательство это вот 70 процентов тех людей которые используют короче когда-то я тоже был молодой это меня были волосы все нет мы не все мы еще и мы сейчас не то что мы делаем подход и мы этот подход делаем дроп-сеттерпс методы использования повышения интенсивности повторюсь я рекомендую использовать не в каждом подходе а только финальном подходе упражнения вот значит короче когда-то я был молодой с волосами симпатичными там было мало лет в общем когда я тренировался натуражку я был юн уже тогда многие мне заявляли что я химик хотя реально тогда не употреблял никакого допинга то есть даже тогда в том возрасте люди не готовы были смириться с тем что какая-то абсолютно невыдающаяся форма была достигнута человеком натуражку вот а 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 Ставил Хорошо Хорошо Вот теперь и я вроде бы уже похож такой Плечо как? А, вам не слышно, да? Леха-то умный Леха спросил, ты сделал упражнение тяжелое Скажи, как плечо В целом было болезненно только Пару движений, когда я переопускал Штангу, меня тоже утягивало вниз Получается вот это вот Сухожилие длинной головки бицепса Оно сильно растягивалось внутри сустава Ну там, короче, где оно перекидывается Было больно А вот в ограниченной амплитуде, в адекватной Это были даже не полуповторения Там нормально, плюс-минус комфортно Я всегда переднюю дельту качаю Сейчас поднимаю небольшие веса Просто не растягиваю руку вниз А делаю вот отсюда И мы, кстати, сделаем переднюю дельту Ну что, Ромка-то, теперь у нас Временный мэнсфизик Ему нужны будут вот такие красивенные дельты Мало того, что они у него так хорошие Мы это все сделаем Хух Сейчас поработаем Потом что-нибудь мы скажем У тебя задача 10, потом 15 и потом 20 Звучит как будто бы реально Ромка, 15 старений Если что, не переживай Я рядом Но толку от меня ноль Ручки вниз, встряхни немного Это теперь будет хэштег Рома души, блять Не дай бог он устанет Я не знаю, кому помогать Мне же больно Хорошее дыхание, молодец Походу, еще немного Работаем Не могу больше Подожди, подожди, подожди Еще 10 очень медленных Вот теперь медленно, глубоко На полное растяжение пошел Работай Не касайся груди, чтобы не отдыхало Все мышцами Ручки поширены на 5 сантиметров каждую Вот, тоже глубоко опускаем Поэтому вот Вот, на выдохе Поясничку подприжми немножко Вот Самый тяжелый Зато и штангу разбирать не надо Ребята Еще видите, бон Хорошо Молодцы, неплохо Пацаны Нам просто везет Для вас все время Марина, оказывается, в зале Чтобы вы поставили больше нам лайков Есть выпуск у меня на канале С ней, пожалуйста На Ронкином OnlyFans есть выпуск Я хотел делать тягу колбу Кажется, я могу, поэтому будем Сверху или снизу Колбу А, с канатиком? С канатиком Ну, все знают Одно из моих любимых упражнений Задняя и средняя дельта Поэтому Делаю, ребят, не сильно высоко сейчас трос Чуть, ну, так, на уровне носа Потому что если прям Колбу наверх тащу Болит плечо Вот в таком положении Менее больно Только легкие ощущения Поэтому, ну, болевые Так что работать буду я В таком вот варианте сегодня Дельта средняя забилась так Что даже Прям очень мощно В этом движении чувствую Сейчас темп большой Повторяю, немного Вес Очень Поставил себе небольшой сейчас Потом добавлю Но напампливает после жимов Очень сильно Роман Сразу Не кивай локтями вниз Вот, да Ага Сейчас показывают В режиме Прикольные, ну, видосы На разных телевизиях Разные Сейчас вроде Калмана Показывали В лучшие годы Блин, конечно Машина какая-то невероятная До сих пор, да? До сих пор Невероятная машина И Простое понимание Что я Ну, я такой формы Такого мяса в жизни не видел Ну, в России Понятно, ни у кого нет Ребят, чтобы вы понимали На Олимпе я встречался И с Этот Которого бабушка-тренер Да, как его? Рули Винклером С Рули Винклером Причем он был На массе Он был огромен Но Такого впечатления Как у него Он не производил С Каин Грином Абсолютно вживую Лично С Декстером Ну, Декстер малыш Понятное дело В целом Он супер красивый Супер эстетичный На мой взгляд Декстер один из лучших Бодибилдеров Вообще Существование бодибилдинга Не современности В целом Декстер У меня про Про объемы То есть Ронни Я думаю Почему-то мне кажется Что Ронни Он возможно Навсегда Я думаю Не будет человека Который Будет Как Ронни Колман Невероятный был И Дориан Яц Да И, по-моему, Дориан Даже более тепловный Да, чем Ронни Колман Нет Ронни 8 Дориан 6 А, 6 Все, прошу прощения Ведь Ну, Рома очень разбирается В атлетах Он большой фанат Больше, чем я, я думаю В общем, но Ронни Абсолютно невероятный Ну, по соотношению Массы Глубины Жесткости Сухости Объемов Форма мышц Врожденной Круглости Это вот реально Эталон бодибилдинга Но многие сейчас вспомнят И какую-нибудь Золотую эру Мы не будем Опускаться Это другое Это просто Классик физик, ребята Больше И многие сопоставят Против него Филхита Или Флекса Уиллера Нет Нет Флекс Сверхкрасивый Фил Лучший Своей эпохи Но Он другой просто Другой, да Он не лучший Или хуже Ронни The King Все-таки Да, да, да Все верно Это все-таки Король бодибилдинга А что вес такой маленький Мы, конечно Не Ронни Колманы Но поднять можем Мы даже не одна нога Ронни Колмана Но Мы тоже любим этот спорт Мне было легко Значит тебе будет супер легко Почти весь вес, ребята Следующий подход Поставим мы все Планочки уже Которые есть На меня так не работает Его планы Ножки Симметрично Ребят, я всегда прошу Ставить ноги Симметрично в упражнениях Я понимаю, что По ощущениям будет Менее стабильная Опора Чем когда разноход Но Когда ноги стоят у вас В разноходе У вас идет уже Изначальный крутящий момент В поясничном отделе Плюс То, что казалось бы Тяжело ноги параллельно держать Включаются Работу В работу Мышцы кора И в итоге Вы научитесь себя стабилизировать Добавляю вес Вы научитесь себя стабилизировать Поэтому Когда вы качаете трицепс К примеру Ага Все планочки я не сниму Ну в общем Не ставьте ноги вот так Ставьте ноги параллельно Менее удобно Вы изначально Вы изначально осилите Меньший рабочий вес Но в плане безопасности От скручивания Поясничного отдела В плане работы Пышц стабилизаторов Такая поза Будет более выгодная И со временем И в таком положении тела Вы сможете работать С максимально допустимыми весами Все кивнули Сказали Да Хуйня И продолжили делать Как делать Не, я просто понимаю Что не хочется Жертвовать 10 килограммами Рабочего веса Ради того Чтобы поставить ноги не так А вот так Ладно, окей Вы ставите разножку Тогда делаете 4 подхода рабочих И делаете Один так Первый подход Второй подход Поменяете ноги местами А то вы мало того Что делаете в разноход ноги Так вы каждое упражнение Делаете В одном и том же положении И получаете Вообще полный дисбаланс По нагрузке на все тело И вас постепенно Постепенно Будет закручивать Не верите мне Посмотрите на этого парня Если он расслабится И станет спиной Сколиоз Обратите внимание В расслабленном положении Даже задние дельты У него выглядят По-разному Да, так похоже А когда он расслабленный Видите Они разные Задранное плечо одно Потому что он сумку Он сумку Всегда спортивно Утаскает На одном и том же плече Еще до кучи Сужин находил В этих ущербных Мало того, что ущербных То еще и в стоптанных Конверсах Не всю жизнь Что когда в Питере переехал Я не мог себе позволить Конверсы в Орске И из-за того, что там плохая подошва У Ромки, видимо Из-за его травм У него же и до разрыва Была травма правой ноги Это компенсировало Три раз Трижды у него болтравмы ноги И на фразу Своего тренера Сходи, пожалуйста, к картопеду И сделай нормальные стельки Которые будут тебе помогать Твоему здоровью Рома ложил на это большой Вот такой Ну ладно, он качок Вот такой вот свой Но кроссовочки нормальные Кроссовки хорошие? Сейчас, да Кроссовки отличные Сейчас Берегите себя, ребята Борский купил Борский купил Джордана с интернета заказал Это моя первая пара обуви Которые я купил Джордана Ретро Десятые Вот И разукрасил их вот так вот Ну не я, художник Правда все обколупались Кстати говоря Кстати говоря Я никогда не признавал эту херню А теперь Сказали и я сделал Мне подарила компания Как она называется Академия фитнес-бикини Анастасии Гончаровой Академия фитнес-бикини Анастасии Гончаровой Подарили мне пояс Ну как подарили Руслан попросил И мне подарили Я сказал Изначально Рома, у нас Мэнс Физик Я знаю, что корсет Не самая полезная вещь Но для достижения Спортивных результатов Давай, мы поносим Чтобы еще улучшить пропорции Я говорю Давай, я знаю, что Настя Продает Говорю, Насте сейчас напишем Я сам написал Насте Говорю, Роме нужен пояс Не буду врать Я стараюсь, когда могу Максимально заботлив Относиться к своим Подопечным А Рома и мой друг И ученик Иди делай На, короче, свали Говорю, Настя, надо Пояс Давай телефон Ромке Сейчас мы сами разберемся Доставили туда-сюда Померили Все, отлично Я ему сказал, купи Просто из-за того, что ко мне люди относятся С уважением Достаточно большим Ромке сделали его подарком Что я очень не люблю Кстати, я Не люблю никакие подарки Бесплатные посещения чего-либо Вообще ничего не люблю Бесплатного в мою сторону Я сейчас за все стараюсь платить Но я об этом не знал Как видите, я бы не разрешил Я бы лучше сам заплатил Чем ему подарили У меня тоже есть возможность Я, кстати, вот От него И он меня Руслан меня этому Всему как бы И не то, чтобы научил Но его отношение Вот к этому Ко всему И мне привилась Момент, что Когда у тебя есть возможность Оплатить что-либо Халява Это такое себе Поэтому даже Когда я Чуть Хукни и внули С локтя В щелку Вот сюда Жена по губе Тренер поэтому Поэтому Когда есть возможность Оплатить Хоть когда меня и угощают Там Где-то ребята Что-то там Спортивным питанием И так далее Я всегда Оплачу Все же самое В Алмазе Получилась одна Тренировка без Андрея Анатольевича И там меня просто Юра Бурнаев Он работает там тренером И он меня потренировал Я говорю Сколько за треневку Он говорит Ромка, ты что там Какой там Какой там А я просто Ну не могу Я говорю Нет, дружище Извини Он говорит Купи у меня просто Пасту арахисовую Он делает Арахисовую пасту Без добавок Я говорю Все, без проблем Давай пару баночек возьму Ему приятно Ну вот теперь Вот Когда есть просто возможность Ну понятное дело Что там Если мне гелик подарит То я не откажусь Ну ладно Ангелик Я тоже не откажусь Давайте Я не буду выебываться 63 МГ В принципе Я дам адрес Подгонять Ромыч, делаем Кстати, обратите внимание Мы сегодня Реально качаемся Мы прямо Интенсивно сдержим Говорим Я мокренький Я теплый Я очень напампленный Я в следующий раз Через пару недель Готов Прийти на тренировку в майке Мало того Вы посмотрели интервью Со старшим Ешанкиным И он рассказал вам Про грим за 300 рублей Короче Вы знаете Что я люблю всякие Всякую дичь Всякую дурь Я заказал Охру Масляную Коричневую В тюбиках Из магазина Юный художник Недельки две Я подержу диету Побреюсь Короче Вы увидите Грим за 300 рублей На канале Генетик А нежные Ласковые руки Ромки Намазать меня Блин Вот такая вот Гадость Да, ребята Как-то гримироваться надо Ну Сусланом Постоянно Ну как постоянно Раз в месяц Собираемся Гримируемся Давай Погримируем Друг друга Все И собираемся Гримируем Друг друга Два-три слоя Раскладываем Чтоб сноровку Не потерять Ноги Ноги я начал тренировать Скоро на моем канале Не знаю Как скоро Бля Это вопрос Вот к тому человеку Но выйдет Моя первая тренировка Такая полноценная Можно сказать На ноги С учетом Конечно Погрешности У Ромки Майка нарядная Мне нравится Зараза Виктор и Гир Друзья Переходим По ссылке Не расслабляй В конце Растягивай Вот Ну держи Молодец Делай 5 раз Контивно Все Так можно упасть Да Тяжло На самом деле А крайний подход Уже Прямо на таких На таких Сделал Я чуть подсброшу Чтобы Объем Выполнить весь Сброшу Я немножко Буквально 5 плашечек А было их всего Не знаю сколько Были все Теперь будут все Минус 5 Учитесь На наших Ошибках Ну в частности На моих Особенно Просто я в раннем Но опять же Кстати Важный момент Вот вы Часто пишите Нахера этот Бодибилдинг Срань Блядь У тебя куча травм Ты поломанный Порванный Ребята Все мои Травмы Обусловлены тем Что я в 14 лет Уебался Об бетон 12 метров Кто-то не знает Кто-то знает Поймите Эта рука Из 4 частей Эта рука была парализована Лишена чувствительности Я так тыкали шилом В руку И она не чувствовала Ну врач проверял Есть Есть контакт Нет контакта Она не двигалась У меня было вырвано Левое плечо Словно правая рука Ушибы позвоночника Внутренних органов Коленных суставов Когда ты падаешь Об бетон Потом есть последствия Еще тогда врач говорил Тебе будет 30 Ты поймешь Это сейчас ты молодой Ты можешь все это делать У тебя хватает ресурсов организма Поэтому не бодибилдинг виноват Поверьте Бодибилдинг тогда Спас мне жизнь Если бы я тогда не качался Я бы сдох нахер Потому что я башкой вниз летел Отпружинил руками И сейчас я качаюсь постоянно Потому что без качания У меня болит все Я спать не могу от боли Поэтому не надо тут писать комменты Что бодибилдинг срань Вы вот от этой своей химии Тренировки и так далее У тебя там все порвано Разрывы Травмы Связаны с тем Что было ранее И никак не связано с бодибилдингом Пестофиронная ярость Да-да-да Это не от фармы Это твоя сущность проявляет Ну давайте будем честны Когда вы молоды Вам 20 лет И опытный человек Ну например Руслан Говорит вам Будьте осторожнее Занимайтесь Это ни хера не поможет Это ни хера Но в 30 не вспомнят Да в 30 Это все Но в 30 еще не поздно Все почему-то Не учатся на чужих ошибках Как правило Чтобы человек что-то понял Чтобы до него дошло Он должен сам В этот джир ногами въебаться Поэтому Дорогие друзья Слушайте Те кто делает выводы Прислушиваются Хорошо Молодцы Те кто не слушает Не прислушиваются Тоже молодцы Тоже молодцы Те кто слушают И делают выводы Покупаются На блядь Два мерседеса Блядь Вот ты постоянно Тебе За золото постоянно Песенок Сыню Кстати говоря По поводу Золото Руслана Блядь Да отъебитесь От этого золота У него тоже Смотрите Во-первых Человеку нравится Во-вторых Он имеет возможности Позволяет себе Это почему Нет Почему Блядь Не носить Роликса За 3 миллиона За 4 За 5 рублей Блядь Когда ты можешь Себе это позволить И зачем ему Это снимать Блядь Он ему нравится Вот это Нет Во-первых Это подарок Во-первых Зачем это снимать Если Зачем это снимать Если из шкафчика Это могут спиздить Вы башкой своей подумаете Тупорылой Блядь Уже сколько раз Говорил А ладно Давайте я открываю Историю Откуда вообще У определенного Типа людей В давние годы В России Не только в России На самом деле В мире Появилась склонность К тому Что на них одеты Определенные Драгметаллы Не дай бог Вообще вам жить так Чтобы у вас Такое было в голове Но мы живем в России У тебя есть крупный бизнес Ты там В какой-то мере Известный человек И с какими-то вещами Связан Кому-то ты когда-то Сильно помог Кому-то ты перешел Дорогу И знаете В определенный момент Если тебе придется Сваливать У меня всегда с тобой Есть загранпаспорт Вы понимали Загранпаспорт У меня всегда с собой Ты с собой Чемодан денег Не увезешь А вот на это Ты сможешь жить Несколько месяцев Просто сняв это с руки Или сняв это с шеи Башкой подумайте Теперь Зачем у тебя С собой Иногда эти вещи На тебе Загранпаспорт И кроссовок Хватит Чтобы потом И вот этих вещей Хватит Чтобы себя Более-менее нормально Чувствовать Какое-то время Пока какие-то вопросы Не решатся Как это скажете Все это тухлое от маски Правильно Он просто цыган И любит выебываться Все Пожали друг другу руки Блядь И разошлись Долбоебы Сука Прям вообще Вымораживает Эта хуйня Был комментарий На Джио Би По поводу Да хули он там добился Купил себе Ку-8 И думает Что это пиздец Блядь Да он Себе гелик Может этот 63 Блядь 22 года Который еще Только на заводе Собирается Может позволить Но есть рациональный Расход средств Его полностью Этот автомобиль А еще у меня Бабок целую кучу В Евроклине Европейцы заморозили У меня европейцы Знаете сколько бабок Заморозили Вам плохо станет Мне когда это произошло Ну я переживал Пару неделек Я такой смотрел На эти цифры Думаю Зима близко Вы разморозите Мои бабки Не на самом деле Ну без шуток Такие Неприятные Моменты Короче Давай сделаем Махи Вообще легко Махи сделаем мы Сидя Причем мы их сделаем На около Прямых руках Чтобы минимизировать Вес Максимизировать Нагрузку Окей коуч Он сказал Я прослушал У меня тут Соски просто Попчат На самом деле Очень такие Странные ощущения В левой Дельтовидная Она вроде бы И напампленная Но одновременно Все внутри болит Может на самом деле Это связывает Знаете с чем Ведь Где манжета Наверное приросла Ждите скоро ролик Поедем к Антохе Сделаем МРТ Он нам что-то скажет По этому поводу Там где манжета Приросла Больше же Там где Место крепления Теперь не сухожильная ткань А рубцовая Соединительная Типа внутреннего шрама На кости Смесь получается Надкостницы Мясо Остатки сухожилия Может из-за этого И какое-то ощущение Сейчас другое Потому что я когда грудь качаю У меня правая сиська Тоже от левой Отличается По ощущениям Ну из-за того, что правая Сухожилия больше нет А его полностью Выстригли И мышцу Вшили в кость Ощущения разные Но при том, что Кстати И движение И вот И Прогрессия Динамики Роста Мускулатуры Сохранения объемов У грудных Одинаковые Антоха Крутой Киборг И кстати Ребята Всех кто спрашивает У меня контакт Антона Я у него спросил Помните Он разрешил Давать его контакт Но я вас очень прошу Лично от меня Если вы обращаетесь Человеку за консультацией Он сам спортсмен И очень человек хороший Он скорее всего Многим из вас отвечает Просто так Как-то Благодарите человека Я знаю Что есть отдельные ребята Мои друзья Слово 500 То есть Понимая Там мои травмы Они к нему обращаются Они все Его консультацию Оплачивают Да у людей есть возможность Они очень адекватные Порядочные И обесвеченные Но в целом Давайте за любую работу И за любое время платить Поэтому мне Я очень переживаю Что возможно некоторые Хер с вам Хер с тем Что вы мне пишите И меня заебываете Я вам так отвечу Да бля Пошел на хуй Нет Я всегда стараюсь помочь Если человек Ну не наглеет Вот Антона Не перегружайте Просто так Спросили Если он помог Потратил время Отблагодарите Пожалуйста От меня личная просьба Потому что он не спросит А мне Может быть стыдно за вас Если вы просто так Требуете от него помощи Погнали делать махи Будем делать много раз Чтобы ничего не оторвать По 20 рамок работаем Бля Он в зеркале Огромным выглядит Просто пиздец Так Ромку пампит конечно Это кувейские зеркала Это кувейские зеркала тоже Конечно Удивительно да Я что на пампе Что не на пампе Ну такой плюс-минус Чуть-чуть прогрессирую Ромка просто Икс-2 Только на пампе Все Я плохую придумал Для тебя аналогию Ромка как пизюн Пизюн Несколько раз увеличивается От кровоснабжения Усиленного Что ромка Блин Слушай А что если ромку кормить этим Пизюнами Пизюнами Возможно вы знаете Некоторые бренды Иностранные Спортпита В свои Притренировочные комплексы Добавляют небольшую Дозировку Где это разрешено Либо андеграунд Виагры Синделофил По-моему вещество называется И Может быть На нем Может Ромке давать 10-20 мг Виагры Перед тренировкой Если на него так сильно Влияет расширение Кровоснабжающих Сосудов Надо просто попробовать На самом деле Мы Проэкспериментируем Рома наверное будет не против И посмотрим Я просто знаю что так делают Так реально делают И Возможно это даст Эффект Я узнаю что некоторые ответы Даже перед выходом на сцену Но опять же Видите из-за того что сколиоз Ромка даже сейчас дельту включил Хотя вот это вылезло Дельтовидное Это более пиковая Она не более пиковая Ребят У него просто на самом деле Они не могут идентично включиться Из-за того что Иннервация разная Если его покрутить Обработица руки Выведи растяни Хорошенько растяни Вот прям Выведи лопаточки в стороны И теперь обратно Выстави дельтовидное Так же Да потянись Ой смотрите Да что получилось Теперь поровнее стали Ну чуть-чуть Да Так как мы все Нацелены на соревнования У нас уже есть план по турнирам Скоро будут даты Мы его озвучим Я тоже начинаю подготовку Думаю что я вывезу ее Из действующего состояния Здоровья Я не уверен что смогу Выставить ту форму Которая была на чемпионате мира Но что-то Так скажем Неплохое Я постараюсь сделать И эта подготовка станет Скажем Элементом проходным Моего плана Восстановления И Так скажем Адекватной подготовки На 2023 год Просто уже раз Опять я Ромку повезу на соревнования Почему бы тоже не выступить Потому что на фоне Общих расходов на поездку Уже соревновательные расходы В плане там Грима Выхода и так далее Не такие значительные Ух Блин Тяжело Хорошо Еще по одному И четвертый подход Будем так же Делать дропсетом Ну это второй Потом еще будет третий Четвертый дропсет Лады Отманывайся Для ребят Для ребят Заранее Для тебя Хорошо Хорошо Кстати Хочу обратить внимание Что Рома Все таки Неплохо дышит В правильном направлении Хорошо Заходит Отлично Мы сегодня Молодцы На самом деле Мы сегодня Прям работаем Пацашки Принесу Да Сегодня прям Трение Мы сегодня Прям работаем Сразу Без отдых Интенсивность Буддебилдинг Очень хорошая И не думайте То что Долго отдыхаете Да Может там Веса побольше Поработать Но не всегда Это будет сопровождать Лучший мышечный рост Я считаю Что поддержание Общей интенсивности Важнее Как вентилятор Это дует Ебнись Принес Минутка рекламы Самое вкусное БЦА БЦА Которые Работают Эффективные Эффективные Работают Работай На выдохе На выдохе Давай чуть-чуть Поинтенсивнее Вот Чтобы Бах Наверх Чтобы прям Вот Во-во Хорошо Сейчас Нравится Темп 20 раз Нам нужно Давай Буквально Да Буквально Грубо говоря Тут около Четырех Сантиметров Из-за бедра А угоня Пускай до конца Встал Пять раз Стоя И не опускай До конца Вот Это Да Сейчас Не было Наверное Вам видно Ребята Но была Ошибка Но была Ошибка В нижней точке Очень узконогие Прямые колени Это не позволило Ему Максимально Эффективно Использовать Тело Для работы В движении И получилось Вот это вот Если бы он Подставил Ложки пошире И колени Подсогнул Он бы С меньшим Читингом Эффективнее Я бы отработал Я не стал В процессе Прерывать Всего пять повторений Пока я бы начал Ему говорить Я бы только Запорол подход Это так На будущее И еще бы сказал Пять делать Сказал бы Что тебе Для себя забыло Это Забыл уже Нет Не забыл Во многих брендах Есть Комплексные Аминокислоты Почему у нас Нету комплексных Аминокислот Расскажите нам Пожалуйста А у кого есть Комплексные Аминокислоты Ни разу В жизни Сам не пробовал Просто так считаю Второе Недостаточно популярны Для того Чтобы были подделки То есть Например Optimum Nutrition Рекомендую в России Не покупать Нигде Ни у кого Ни на e-commerce Ни в магазинах Потому что По достаточно Хорошо Достоверенным Источникам И личным Потому что Проверял Видел Знаю С учетом Таможни И конфискованных Товаров Огромный объем Optimum Nutrition Начиная с витаминов Optimum N Заканчивая Продуктами В целом Много фейка Если вы с гарантией Уверены Что оригинал Покупать можно Бренд Потрясающий Хороший Просто в России На него много подделки Ну и в мире Наверное тоже В целом Из-за того Что он очень популярен По биотечу Просто Много Я отсматривал Читал У биотеча Есть основания И научных исследований Которые они использовали В соотношении И в использовании Отдельных аминокислот В данном продукте Поэтому Мы будем Скорее всего Делать непосредственно Продукт Похожим на биотеч Не стесняясь Об этом говорю Раз Почему до сих пор Не сделали И это не стоит Так скажем В плане Под буквой Один Или под номером Один В производственных масштабах Я А не имею Достаточного объема Продаж На территории Российской Федерации Я анализирую Продажи По продукту По поисковым запросам С точки зрения Экономики Это недостаточно Востребовано Хочу ли сделать Да Возможно Сейчас Начало осени Сезона фитнеса Это может быть Экономически Обусловлено Поэтому Может быть Буквально пару вкусов Давайте в комментарии Ваши любимые вкусы Напишите Среди БЦА Либо среди предтренов В общем Среди аминокислотных Вкусовых продуктов Три вкуса Отсмотрю Посмотрю Ананас, вишня, арбуз Арбуз не такой популярный Кстати Зря Это Роме нравится Мне тоже нравится Но в целом По объему продаж Арбуз не в топе Клубника Вишня Фруктовый пунш Фруктовый пунш Номер один Продажу Если честно Это последний вкус Который бы я использовал В компании Генетик Мне единственное Наверное Что из вкуса Не нравится В БЦА Это фруктовый пунш Честно Открыто Мне вообще не заходит Чтобы вы понимали Среди вас, ребята Фруктовый пунш Номер один По продажам Вот Короче, напишите в комментах Любимые вкусы По Аминокислотным напиткам Я на этот Комментарий Ваши посмотрю Проведу аналитику Продаж вкусовых БЦАшек наших Я Может быть Три вкустика Мы запустим Ананас сочный Ну, ананас Стопчик Мне очень нравится Ананас Прям вот Можно сделать ананас Киви Чтоб было интересно Ну, да Сочетание можно сделать Да, ананас Будет неплохой вкус Знаешь, мне кажется Зайдет в плане Вот Есть у нас вкус В генетике Баблгам Баблгам Вот С точки зрения протеина Он может быть Очень продается хорошо Я к тому, что Не так ассоциируется А вот если Баблгам Это вот какой-то Такой напиток Аля вот там Типа Зука Юпи Как раньше были Вот такой Как водичка Мне кажется Он прям Баблгам На протеин Ложится хорошо Потому что Весьма популярный Вкус Жвачка У мороженого Нет Он вкусный Очень сам вкусный Но я имею ввиду Вот именно Как вот напиток Просто вот Такой Такой вот Как напиток Вообще Есть ренд Сделать лимитку То есть Генетик В плане Личного бренда Нашего Блядь Не личного В общем Нашего С вами Бренда Короче Могу сделать Лимитку Банок 250-500 На какой-то Вкус И вообще Среди нас Своих Его распедалить Еще с большой Скидкой Мы Можем сделать Так Руслан Сделает Блядь Короче Лимитку А я ее Буду Реализации Заниматься Короче Из моего Респекта К Ромке Я забабахаю Банку С автографом Ромки С его Мордахой На банке Ооо Это будет Прямо Лимитка Лимитка Пацаны Никто не купит Блядь Рома себе Не Я все Выкуплю себе И они у меня будут Кладь Не Я прям С удовольствием Короче Я сделаю Все Для Ромки Респекта Для мотивации А если вдруг Она даже продастся Выступать Мэнс Физик Я все время говорю Рома прикинь Говорю Это нечаянно Выигрыш Калификацию На Олимпию Придется на Олимпии В шортах выступать Потому что Профессионалы Имеют право На турнирах Выступать В любой категории То есть Рома может Классик Физик Заявиться А на другом турнире Мэнс Физик Заявиться Имеет право Но если ты получаешь Калификацию На Олимпию Ты должен Выступать В той категории В которой Ты квалифицировался Будет реально Ну не то что Ржака Будет очень круто И очень Забавно С точки зрения Сечения обстоятельств И так скажем Вот нити судьбы И чтобы вы понимали То есть Посходы у меня Да С точки зрения Подводки Нам теперь Не нужно Ужиматься В категорию И подводка Будет Совершенно другая Ну в плане того Что Давайте просто Скажу Что будет Мы три дня Будем жрать А потом Так это Классика Жрать И лазик Сливаться Блять Не лазик Конечно Но мы будем Действительно Делать Очень жесткую Форму Но из-за того Что мы часто В категорию Влазим У нас Догрузка Очень аккуратная Да вот максимально Вы сами знаете Что мы Ну это по-честному У меня Рома кушает И стоя на весах И какает Так же Каждый раз Я его взвешиваю Пописали Покакали И мы идем На взвешивание Грамм в грамм А сможем себе Позволить Выдать Прям максимальный Жестко Наполненный Объем С минимальным Количеством Воды То есть Грубо говоря Пиковая манипуляция Будет Провозводиться Однократно А мы Вынуждены Делать Манипуляцию Два раза Ввиду Необходимости Сделать Вес И в категорию А после Сделать Жесткость И сухость К выходу На сцену Опять же Со второй Манипуляцией Всегда Очень Осторожничаешь Потому что Шаг влево Шаг вправо И времени На то Чтобы вывести Лишнюю воду Из-под кожи Которая уже Туда пошла Уже не будет Поэтому С загрузкой Всегда Старались Осторожничать И загрузка И минералы И вода И все Все было Очень аккуратненько Своей Лучше Наверное Эталонной формы Я считаю Вот на Польше Когда я стал вторым Не потому что Я стал вторым А потому что Баланс Соотношения Вот качество Наполненности Когда я выступал Второй раз В Польше Когда я обосрался Это когда я один ездил Самодеятельность Ну просто Пром попал Я перее Да хуя Короче всего сделал Чего не нужно было делать И это момент Не в подводке Именно А момент именно На самой подготовке Я там по два часа Кардио делал Там силовые И так далее Я слишком Яро хотел сделать Пиздец Какое качество И в итоге Просто пожегся И даже когда Смотрели трансляцию Там ребята С России Говорили Что я более Полтора раза Меньше был Ну Качество было хорошее Но я был плоским Да Ну Это опыт Просто дорогостоящий Но опыт Хотя постоянно Ему говорил Что просто Делай как делали Что Лучший Враг хорошего Он хотел сделать Лучше лучшего А я считаю Я знаю И я видел Рома тогда Уже был первым И был Давайте Он не был В пиковой форме Потому что Пиковая форма Лучшая наша форма Недостижима И невозможна Не могут все карты Лечь так Чтобы вы вышли На 100% из 100 Лотерея Но Рома вышел На Возможно 95% Просто я думаю Что Рома 100 из 100 Это конкурент Топ 5 на Олимпии Но Сейчас наговорит Блять Даже там Когда ребята Выходят Они не выходят 100 из 100 Бамсов не выходит 100 из 100 Потому что Бамсов 100 из 100 Это уже что-то Давайте Не Не берите Моисова в абсолюте Но это что-то Невероятное Уже Запредельное Это уже Не человек Это Наверное Пулбок По форме И возможности Физических Возможности Человека То есть 100 из 100 Не делает Даже Номер 1 На Олимпии Но он делает Максимум Из возможного Помноженное Наведение В этот день Ну давайте Еще Не то что В качестве Отмазки А В качестве Такого Основного Стрессового Фактора У меня Там Ну за полтора Месяца до старта Папа умер И это было Очень тяжело На фоне Этого С его стресса Продолжать Подготовку Давайте честно Одному быть тяжело Когда мы там были Компанией Был Леха Был я Мы ебошили Мы качались Мы двигались Мы смеялись Мы друг друга поддерживали А когда я был один Я взял ноутбук И в линейку Когда Рома был один Ребят Когда Рома был один Понимаете Он не на то хорошо Он на то говорящий Я вызывал ему такси В Польше Из его дома На регистрацию Потому что Сранное такси К нему не ехало Отменяло заказы Он звонил мне Из Польши И он был уже В определенном Нервном напряжении Что Рома гораздо более Эмоционально Лабилен Чем я Это я такой Знаете Отбитый в бошку И много чего Такого жесткого В жизни прошел Что как бы Блядь Всякая мелочь Меня не тревожит Я вызывал в Польше Такси И это реально напрягает Нужно их на регистрацию Сраное такси К тебе не едет И много Каких-то сложностей Банально бытовых Приходится решать Когда ты один Было и такое И когда я ему Скинул видео С регистрацией И он посмотрел Я примерно Представляю его лицо Потому что меня там Не было просто Вот такая вот Голень Вот такая вот Слитая просто В щи Ни лица Ни наполненности Ничего И он мне просто так Пять литров воды И жрешь 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 Я все сделал Я попытался Блядь Нажрать Там вообще просто Неимоверное количество Организм не принял И выпил Нет Меня даже на 800 грамм Слило Я с утра встал И меня еще слило Я такой думаю Ну привет Ну и ладно Кайф Все равно было круто Я загримеризовался Я постоял на сцене И было классно Я бы очень хотел Сделать тягу Подбородку Но Я ее сделаю Маленьким весом С ней не будет больно А Рома сделает ее адекватно Штанга у нас есть Мы сейчас поработаем Блины у нас тоже есть Мы же блядь В тренажерном зале Спасибо Кэп Давай сразу Нагружай Десяточки накидывай Мы в достаточной мере Размятые Пустым Достаточно умеренно Размятые Блядь Хуя себе Мы час 76 минут Тренируем плечи Достаточно умеренно Размятые Блядь Ну мы размялись Да Мы размялись Все Закрываем тренировку Открываем вторую И начинаем тренировку Чтобы не остывать Я первый Ха Ху Ха Только О Если сильно наклониться То не больно А если прямо делать То больно Однако Наврал Даже если наклониться Больно Ну я сделаю Еще же не отъебнул До конца Вот пока Делаю Надеюсь не будет Слышок У меня журчит Ха 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 Я на самом деле Это движение Люблю очень делать В кроссовере Прям очень нравится Там с рукояточкой А не со штангой Тон Дисклеймер Утга Машмон Утга А не со штангой Тон Дет Тон Дет Тон Тон С нормально сейчас добавить хоть придет ребята техника неправильная спасибо знаю вообще-то болит поэтому как могу так делаю как могу да ну в целом даже неплохо если уж быть честным но неплохо в плане движения если вы так будете делать уже хорошо думаю чуть-чуть съехала съехала да развесовка разная о нормально ты сколько сделал два три три четвертого это у тебя пять у меня четыре доехать 10 момента мату и мы пойдем и мы друзья мои после тренировки отправляемся с ромой снимать интервью романа халиулина чемпиона мира по классическому по классик физик первому в истории россии чемпиону мира по классик физик единственному и скорее всего еще на долгие годы единственную в виде дисквалификации россии раз и ввиду того что занять первое место начинать мире очень непросто одному из самых топовых классик физик а и 2 pro по версии североамериканской лиги бодибилдинга нпс высшей лиги бодибилдинга не путайте с элит про пожалуйста опять же я ну и даст тут еще и ребят становились старыми до наши пучков на своем дебюте кио про которая в египте про хода тоже очень хороший спортсмен сходит слинка физик вот два у нас человек которые становились и персонала вторыми в этой номинации миша третьим был в румынии ну тоже до 3 входил данных трансда наших пассив физик отличные ребята по форме во первых во вторых может я не совсем не так близко знаком как с ромой но по моей по моим внутренним ощущениям очень достойные ребята пока нету как я вот могу судить и чувствовать могу ошибаться романов сколько он турниров сделать вообще красавчик сегодня скинули его фотки для сама текстом она делал я не дал выкладывал их или нет да ну бля он вообще там как каменный красная на формах с ним на кровь на воду за нефор где на романова это хороший добрый друг мы всегда рады тебя видеть мы ждем в питере ты помнишь мы тебя приглашали вместе покачаться потому что есть вопрос с набором именно объемов мы обсуждали дэн мы тебя ждем здесь в или джиме или в спорт лайфе или просто в питере для бля бро похую на турники пойдем вместе там такие такой будем тренировать крестовском площадка нормально вообще не так чтобы дэн собирайся приезжай тут дороги час на самолете даже на тачке что в 5 с наваливать поэтому питер ждет приезжай постоянно сухой форме его межсезонная форма это чтобы вы понимали ну подавляющее большинство спортсменов где-то 90 процентов соревновательной форме а он такой в межсезонье постоянно сухой у него метаболизм просто бешеный просто бешеный а давайте просто там блин красавчик еще а кстати костюмы сама таки красивые да у меня нету до сих пор костюму самотекса уж такое кто не самотекс я подвигая так я же был бы и не против костюм оксанева постоянно кстати говорю по поводу самотекса даже когда не утро прекланирую что самотекс это один из лучших гормонов на рынке вот ну давайте взять признаемся честно мы считаем его лучшим гормоном для на рынке рф вот и мира как говорит илюха голем самотекс в сша все уважают чтобы узнать есть ребята на олимпии которые готовятся используют сама так как они за матекс почему сама так ну это не виднее произносить на самом деле вот сынишка одного легендарнейшего спортсмена планета земля как подумайте у кого среди а я беде про бодибилдинге сейчас выступает сын видели форму более дар легендарного мой да все таки олива по легендарнее лабрадо да да ну мне не нравится поставить ноги опять не что поставил при коленке вытянуты петель борцуха блять что ты как этот стоишь как и стукан пацаны никакого этого на просто постоянно все барсухи вот так вот где так нельзя делать свои трапеции страж становится ты когда я тоже барсуха ну я же говорю ты ром на самом деле нормальный спортсмен не только бодибилдинг 2 класса я в спорте соревновательно есть если бы не если бы не линейдж 2 возможно рома поехал бы на олимпиаду о я прости прошу прощения боевое сам было дзюдо дзюдо по дзюдо очень сильный дзюдоист но потом линейка дзюдоиста сгубила не получил он ворвер пиздюлей от родителей тренер приходил домой и пока я в школе был и просил родителей ну забрать да чтобы как-то построже как-то повлияли чтобы я вернулся а я нет я очень настырный меня в наверное родители ненавидели просто для кончены просто был но благодаря вот этому темпераменту и вот этому твердолобость я как-то вот привык дисциплине к какому-то вот этому трудолюбию и прям стоять на своих линеечку для классная игра я же говорю я в польше пока сидел там номере один кушал рис и в линеечку рубился сервач окнула открылся я ноутбук ты из-за этого только и купил для за столько саре чтобы в линейку на нем на польте и киртать друзья мои теперь время поставить лайки и отдельная огромная благодарность моя я думаю романа том числе есть этим видео вы поделитесь с вашими друзьями если он нравится будет бюдинг хотите чтобы он продвигался и рост то это может быть вашим вкладом поэтому просто скопируйте ссылку нажмите кнопку поделиться у вас есть к ним соцсеть или у вас есть просто список близких друзей у вас есть канал в телеграме где вы сидите со своими братюнями киньте им видос возможно будет полезен возможно он принесет им сохранит отравл вреду наших советов подскажет если это молодые ребята чтобы они чуть-чуть сократили время игр в компьютер и уделили чуть больше времени тому что может в жизни сделать их более успешными учебе спорту родным близким в общем пальцы вверх поделитесь друзьями комментарии ваши мысли и добрые и не очень тоже туда под ролик всем рог и ждите интервью с этим парнем я думаю будет интересно и очень жестко потому что за что я его уважаю я не сыт как большинство из этих бодибилдеров говорит то что он думает знаете я снимаю часто ролики или какие-то интервью и после диалога мне пишут ребята а давай вырежем вот это кое-что сказал быть наверное это кому-то не понравится давайте уберем не сыты